А муза спрашивает, номер тут большой, почему в Соединенных Штатах и не только все поддались такой панике? Ну, муза. Это в природе человека преувеличивать опасность. В кровь поступают элементы, которые заставляют человека очень активно действовать в случае опасности. Ну, в том числе паника, паниковать, принимать меры защиты, ну, неадекватные, слишком серьезные. Бежать в магазин и скупать туалетную бумагу. Но это смешно с туалетной бумагой. Вот. Почему именно туалетную бумагу? Вот. Ну, так. Так произошло. Вот. Значит, ко мне уточка идет. Вот. Это естественное поведение и, ну, защитная реакция. Это хорошо. Это подсознание. Это не осознанная реакция. Там вот я, там, одна из моих знакомых, там, уже на третий день проснулась утром и пишет мне, все, трагедия, у нас там еды всего на три дня, там, срочно, срочно, мясо, список длиннющий, того, что надо закупить. Ну, я решил не спорить с ней. Поехал, там, помог, закупил. Но это реакция, защитная реакция. Я сейчас публиковал какие-то такие призывы против паники. Мне люди объясняли, что это они, ну, вот это нормальная реакция, и они должны им мешать в этом. Они заботятся о своих детях, они волнуются о своих детях. И правильно делают. Я согласен, правильно делают. Но только осторожнее. Вы своих же детей затоптать можете в этой памяти, панике. Как это бывает, кстати говоря, довольно часто, когда возникает паника вот такая спонтанная. Я уж не говорю о стариках, которые вдруг начинают понимать, что им об этом говорят. Что они первые кандидаты на то, чтобы погибнуть от этого коронавируса, от этой эпидемии. Вот. И люди со слабым сердцем, они очень плохо реагируют на такие заявления. Вот. Так что все хорошо в меру. И паника тоже хороша в меру. Спасибо. 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 Спасибо.